Друзья мои, сегодня я хочу рассказать вам о таком простом, но супер эффективном, классном средстве, копеечном, которое стоит всего копейки, как хозяйственное мыло и о том, как еще можно его применять, кроме стирки, кроме, собственно, прямого назначения. Итак, поехали. Секрет первый. Я лично хозяйственным мылом намыливаю голову, волосы после мытья, основного мытья шампунем, и потом прополаскиваю. После этого я обязательно еще ополаскиваю голову раствором воды с несколькими ложками яблочного уксуса, чтобы кожа головы не пересушивалась. Но это очень хорошо помогло мне в свое время избавиться от перхоти, и волосы мои стали более густыми, стали меньше выпадать. То есть, прекрасное средство для волос. Это не основное средство для их мытья, это не шампунь, но я его использую после шампуня. Делаю я так несколько раз в месяц, не чаще. Так, что еще делаю? Что еще делаю? После депиляции я наношу, я намыливаю вот ту область, в которой делаю депиляцию, вот этим хозяйственным мылом, оставляю немножечко и потом смываю. После этого у меня не бывает никаких раздражений, ничего не чешется, никаких вросших волос, фурункулов и прочего вообще не бывает. То есть, еще один момент, который запомните. Так, что еще? Ага, при насморке. При насморке очень хорошо помогает хозяйственное мыло. Вот если у вас насморк на начальной стадии, вам нужно помазать в носу этим мылом. Вот можно сделать такие ватные тампоны и туда заложить, либо можно просто мизинец намылить прям хорошо-хорошо и помазать в носу, подержать несколько минут и потом прополоскать водой. И вот если на начальной стадии насморка вы так сделаете, то насморк дальше не пойдет, ничего у вас не будет. Четвертый секрет, который тоже проверен был лично мной, очень хорошо помогает от грибка на ногах. То есть, если на ноге, там на пальце где-то у вас есть грибок, просто намыльте хорошенько мылом ногу, прям вот щеточкой или мочалочкой, хорошо-хорошо намыльте ее хозяйственным мылом, потом смойте и обработайте йодом это место. И вот грибок пройдет, опять же-таки проверено, знаю, о чем говорю. Ну и что еще? Пятый секрет, который я обещала, очень хорошо помогает от трещин на пятках. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать ванночку, налить туда 2 литра воды, такой теплой, даже больше горячей, я бы сказала. Добавить туда 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку потереть вот этого мыла хозяйственного. Вот все это там в этой ванночке размешать и подержать там ноги. Вот ноги, если у вас есть на пятках трещины. Вот будете так делать несколько раз, увидите, что они начнут затягиваться, начнут проходить. Так что желаю вам хорошо использовать такое копеечное, простое и замечательное средство, как хозяйственное мыло.